Привет из Беларуси! Смотрите, что я купила по случаю. Я купила туи. 50 штук. Ну, так получилось. Мне сын нашел какое-то объявление в Инстаграм. Человек перепостил сообщение своего товарища, который накупил себе много туи, и ему, в общем, они были лишние. И он продавал часть. И я созвонилась, и вчера забрала их. Вы знаете, во-первых, я их не видела, какие они, да, чисто по звонку мне человек описал, 20 сантиметров туи, по 9. Сморагды и брабанты. А теперь, смотрите, какая красота. Вот это голландские такие однолетки, я так понимаю. Наверное, выращенные весной с черенка. Ну, точно не знаю, но смотрите, какое хорошее качество саженцев. Я вот просто... Просто загляденье. Вот такие, смотрите, саженцы. Это сморагдики. Я хочу их подрастить. Ну, конечно, для продажи. Попробовать. Я не выращивала еще туи. Вот это вот, смотрите, это брабантик. Такой брабант. И они все вот такого качества. Даже когда вот стоят с копом, видно, что такой молодой прирост у них. Вот, какие хорошие растенецы, да. Надо уже заниматься их пересадкой. Я их сразу... Ну, вот корневая. Вот, уже корни вылезли все наружу. Да. Вот, смотрите, какая корневая. Хорошая тоже. То есть, надо дорастить просто это растение. И все. И готовенькое будет уже следующим летом, я думаю. Потому что уже размер такой... Тут больше 20 сантиметров. Ну, 20 точно есть. Думаю, за весну и лето 10 сантиметров точно вырастет. В общем, вот такие у меня новости. Буду еще и туями заниматься. Ну, во-первых, знаете ли, когда начинается продажа гортензии, у меня уже мало что остается. Многолетники уже к этому времени или проданы, или уже перецвели и требуют обрезки. Вообще, лучше в это время их высадить, конечно, в грунт, чтобы они такую силу набрали к следующему сезону. И получается, что в общем-то продавать особо нечего в это время. Так вот, будет что еще поставить вместе с гортензиями. Потому что все-таки надо, чтобы что-то привлекало глаз. В этом году у меня еще были бегонии, элотиор. Вот бегонии. Немножко было многолетников еще, когда гортензии начались. Ну, а потом уже в общем-то и кроме гортензии ничего не было. То есть надо об этом тоже думать. И хотя у нас, как говорится, горизонт планирования сейчас очень-очень маленький, но специфика нашего занятия такова, что мы должны продумывать на год вперед и готовиться к следующему году уже сейчас. Поэтому, что бы там ни было, делай, что должен и будь, что будет. Горшки возьму такие двухлитровые. У меня они литые, у меня формованные, они дешевле, чем литые. Корневую немножко я, наверное, ну, хотя бы вот снизу так распущу, потому что уже начали колечки закручиваться, а это не очень хорошо. Растение так очень долго может сидеть с закрученной корневой системой и не развиваться. Сажаю на сухую. Вчера обильно поливала. Все, поэтому пусть пока посидят пару дней, а потом полью, чтобы не переливать. Смотрю, вот как посажено. Я уже так рассматривала. Посажены в принципе некоторые экземпляры с небольшим заглублением. Буквально там на один сантиметр. Бывают такие вот растенец, что из почвы сразу три побега выходят. Не один стволик, а три. Но в основном идут вот такие, где с одного стволика идет мощное ветвление сразу. Не знаю, как этого они добиваются, потому что я вообще много пересмотрела видео тех, кто сам выращивает, черенкует и сам выращивает такой вот материал. И зачастую на первом году выращивания мы с вами видим не такой пушистый кустик, хотя это не кустик, это деревце, конечно, не такое пушистое, а идет одна ветка, такая длинненькая, которая только начинает ветвиться. Ну, конечно, те технологии, которые используют голландцы, нам пока, наверное, недоступны, и те удобрения. Я знаю, что все вот эти растения, они именно выращены на удобрениях пролонгированного действия, типа осмокота. Они теперь есть разные, но у них механизм один действия. Вот сверху вижу еще корой засыпано, наверное, чтобы не прорастала трава. Такая мелкая фракция коры у всех этих растений. Поэтому, раз не могу я дать им осмокота сразу, то посадим их в такой питательный субстрат на основе собственного компоста. Я думаю, они эти растения такого еще не видели в жизни. Ну, пусть приучаются. Есть мнение такое, что после таких удобрений растения очень долго сидят и привыкают к обычной почве, допустим. Не растут. Ну, не знаю, посмотрим. Вообще, вот, я беру вот это растение, здесь я вижу, знаете, что? Вот, я вижу здесь вермикулит. Поднесу вам ближе, чтобы вы посмотрели. вот здесь, вот видите. Ну, это вермикулит. Верхний слой, вот здесь кора, вот она кусочками сыплется. То есть, конечно, почва какая-то, наверное, подкисленная, поэтому я тоже использую кислый торф. Вот, а так очень такая почва, видите, сыплется, мягкое все, вот, не то, что камень какой-то, а очень все мягко здесь, дышащий такой субстрат, но корни уже хорошие. Когда-то, когда я только начинала высаживать свой сад и наполнять его растениями, я тогда еще о растениях мало знала, но, конечно, хвойные это основа наших садов, потому что они зимой его украшают, поэтому, конечно, я покупала хвойные, тогда это было, это вот был, допустим, 12-й год, это были все растения из Польши, и там, когда я их пересаживала, я видела именно удобрение пролонгированного действия, мы их узнаем всегда, такие шарики, такие желтые, которые тогда можно было расщелкнуть, и как бы там такая жидкость была, я помню, тогда еще на форумах цветочных ходила такая байка, что это типа растения, зараженные яйцами улитки, вот этой виноградной, мы тогда этого вообще в глаза не видели, этих удобрений, их у нас не было, мы не знали, что это такое, если бы мы знали, что это такое, так мы не знали, что это такое, будем выращивать мы их на компосте и на кристаллоне, я думаю, что им понравится, да, моих будет трудозатрат больше, потому что кристаллон надо применять регулярно, а это значит, что его надо взвесить, развести, как положено, потом полить им или вне корневую сделать, в общем, это хлопоты, что касается вот таких удобрений, пролонгированного действия, как базакот, осмокот, то там нужно просто поливать, то есть вот эта вот часть с подкормками, она уже исключается, потому что удобрения добавляется сразу в грунт, такие шарики, я, кстати, вам покажу вообще, какой он осмокот сам по себе, пришлось сбегать в дом, потому что я храню осмокот как зенит ока, ну вот показать вам, да, какой он, вот такие вот шарики, вот, ну у них цвет, вот у шариков может быть разный, в зависимости от того, какой вы покупаете осмокот, у меня вот такие они, видите, и маленькие, и побольше такого желтоватого и зеленоватого цвета, тут они разные, это вот действие на этого осмокота на два месяца, для однолетних растений вполне, так сказать, подходящее действие, а вот для таких растений, как туи, кустарники, хорошо бы взять на хотя бы на полгода, есть такие, на 5-6 месяцев, и заправил фрунт, и просто поливаешь, они растут себе, просто мечта, там действительно все и макро, и микроэлементы, и растения на них очень хорошо отзываются, но пока нам это все недоступно, хорошо, что попались хоть такие чудные растения, потому что действительно просто приятно на них смотреть, приятно их брать в руки, очень хороший, конечно, посадочный материал, если бы такое было, можно и заниматься, даже не совсем таким опытным, туеводом, как я. Ну, у меня на сегодня все, если нравится видео, подписывайтесь, будьте живы и здоровы, до свидания, надеюсь, до скорого.